Итак, в российские вузы вернут военную кафедру. В ежегодном обращении к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин уделил большое внимание вооруженным силам, в особенности восстановлению вузов подготовки квалифицированных кадров с военно-учетной специальностью. Фактически речь идет о воссоздании системы военных кафедр. О том, какие шаги уже предпринимаются в этом направлении, в материале Ксении Малеженковой. Военные кафедры в российских вузах начали создаваться в 1920-х годах. После распада Советского Союза их количество сначала сильно сократилось, а затем, в рамках реформы вооруженных сил Анатолия Сердюкова, они были окончательно упразднены. Инициатива президента воссоздать прежнюю систему военных кафедр встретила большое одобрение ректоров ведущих вузов страны. Надо максимально синхронизировать направления по специальностям, по которым проходят обучение в вузах, с той военно-учетной специальностью, которая им, студентам, будет предложена. Сказал Садовничий на заседании коллегии Минобороны Российской Федерации. Идею возрождения военных кафедр поддерживают и студенты. Они хотят иметь возможность получить военное образование вместе с учебой. И в дальнейшем они не будут признаны в ряды вооруженных сил нести срочную службу. Они получат военное образование, военное воспитание. Ведь многие хотят действительно получить эти навыки, но они прекрасно понимают, что после окончания обучения они хотят строить свою карьерную жизнь. Многие из них уже имеют детей, им надо семью кормить. И они идут на определенное противозаконное действие с тем, чтобы отклониться от службы в армии. Это определенная возможность для тех молодых людей, которые смогут выдержать конкурс, смогут еще отучиться, смогут сдать экзамены, получить военное звание. Но уже не офицера запаса, а сержанта запаса. Еще одним весомым аргументом в пользу воссоздания военных кафедр является то, что сейчас призывники не успевают полностью освоить свои специальности. Срок срочной службы сократился до одного года, и этого времени часто недостаточно для полноценного обучения специалиста. Ведь уровень сложности военной техники и вооружения все время повышается. Поэтому тема возвращения военных кафедр в наступившем году становится все более обсуждаемой. Ксения Малеженкова, Илья Титов, Телеканал Просвещение.